Решение о нерабочих днях в ноябре было принято властями, чтобы остановить цепочку заболеваний коронавирусом. Большинство работников Самарской области оказались на вынужденных каникулах. В частности, по постановлению губернатора, магазины одежды могут работать только при условии, если в их ассортименте представлено не менее 30% товаров первой необходимости. Но есть и те, кто продолжил работу вопреки этим условиям. Опасаясь остаться без денег на свой страх и риск, люди выходят на работу. Руководство, у меня никакого распоряжения попало до этого, я имею в виду 30% этого не было, никакой информации мне не давали. Потому что я точно на работу, работаю. Не появился никаких вопросов? Ну, мы задали вопрос, что вышло постановление. А что вам ответили? Ничего не ответили. Сказали, от руководства ЦУМ ничего не было, ЦУМ работает. Поэтому мы вышли на работу, как все сотрудники. Такой риск не обоснован, уверены юристы, а за нерабочие дни положена зарплата. По постановлению губернатора, работодатель обязан перевести сотрудников на самоизоляцию до 7 ноября включительно с сохранением заработной платы. В трудовом праве такая ситуация считается форс-мажором и квалифицируется как вынужденный простой. А вот если подтвердится факт незаконного выхода на работу в нерабочие дни, работодатель будет оштрафован. Ему, как юридическому лицу, придется заплатить до 300 тысяч рублей. При вынужденном простое работники имеют право уже не на полный объем заработной платы, а работодатель обязан платить не менее 2 трети. Если работодатель уклоняется от выплаты заработной платы, поскольку у детей это распространенная практика, когда работодатель ссылается на то, что работника на месте нет, он не работает, зачем выплатить заработную плату. Работнику необходимо составлять письменную претензию, а также по возможности писать жалобы в прокуратуру, в трудовую инспекцию и вплоть до судебной защиты своих прав. Если день выплаты заработной платы выпадает на один из нерабочих, то всю сумму работодатель обязан выплатить еще до наступления нерабочих дней. То есть на сегодняшний день у руководителя не должно скопиться задолженностей по выплате. В противном случае сотрудник имеет полное право обратиться в надзорные органы. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.